Это резиновое покрытие считается современным и комфортным. Падать не больно, бегать приятно и все бы хорошо, но стоит дорого. Примерно 150 тысяч рублей за одну площадку. И сказывается на здоровье некоторых детей. Хотелось бы обратить внимание экологических служб, что провели такие замеры, насколько это небезопасно, поскольку с каждым годом увеличивается количество детей, подверженных аллергическим реакциям. Вопрос покрытия на детских площадках обсудили на заседании круглого стола по вопросам экологии. В числе участников – общественники, члены «Единой России» и активисты «Молодой гвардии», а также специалисты администрации Реутова. Речь шла и о мусорной реформе, которая сейчас проводится в Подмосковье, а также о неприятных запахах, которые мучили ревтовчан больше года. По результатам всех исследований было установлено, что источником неприятных запахов являлся как раз полигон ТКО Кучино. Была остановлена деятельность полигона Кучино по приему отходов. И уже с 23 июня 2017 года полигон как объект размещения отходов не функционирует. Кроме этого, обсудили и другие экологические вопросы. Например, весенние субботники, которые стартовали в городе в прошлом месяце. Дело Триотов чище продолжит и дальше. Глобальный общеобластной антимусорный десант высадится у нас в следующие выходные. А пока продолжаются подготовительные работы. Сегодня как раз настал период, когда необходимо провести мероприятие по обрезке зеленых насаждений, подготовиться к высадке как деревьев, так и кустарников. Итог заседания круглого стола такой. Об экологических проблемах в городе знают, их обсуждают и решают. И во многих ситуациях стараются работать на опережение.